Анапа стала уже традиционной площадкой чемпионатов МВД России. В прошлые годы здесь проходили турниры по боксу и дзюдо. В этом году курорт также гостеприимно принимает чемпионат по рукопашному бою и его официальных гостей. Сегодня силовые структуры Российской Федерации являются гордостью нашего народа. А я уверен, что каждый из вас является гордостью в своем подразделении. Потому что вы лично примером показываете, каким должен быть работник силовой структуры. Всего в турнире принимают участие команды из 44 субъектов страны. В этом году 17 из них представляют образовательные организации МВД, университеты, институты и академии. Турнир проходит в рамках Всероссийской спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта. В управлении считают, что соревнования помогают силовикам поддерживать форму. Сейчас это особенно актуально. В ближайшие два года правоохранителям предстоит обеспечить безопасность на крупных массовых мероприятиях – Кубке Конфедерации и Чемпионате мира по футболу. Потребует от наших сотрудников максимум выучки, профессионального мастерства и владения приемами рукопашного боя. Мы видим практику зарубежных стран. В прошлом году проходили соответствующие соревнования Чемпионата мира по футболу во Франции. И очень много было проблем, в том числе и с правоохранителем, с профессиональной подготовленностью полицейских в этой стране. Мы берем опыт и надеемся, что вот эти соревнования будут стимулом для наших сотрудников по подготовке к таким крупным спортивным форумам, как Кубок Конфедерации и Чемпионат мира 2018 года. Всего на турнире выступят около полутысячи спортсменов. Среди них четыре заслуженных мастера спорта, один мастер спорта международного класса и более сотни мастеров спорта России. Поединки проходят на четырех коврах. Стоит отметить, курсанты показывают подготовку не хуже своих старших коллег. Тут сильные соперники все. Да, тяжеловато было. Готовились все равно очень перед соревнованиями. Сборы были. Ну, очень сильно готовились всей командой. Турнир продлится до 14 апреля. Победители будут не только награждены кубками, медалями и грамотами, но и по результатам соревнований будут включены в сборную России по рукопашному бою.